Всем фуд привет, меня зовут Макс Брандт, а что я улыбаюсь? А, ведь меня зовут Александр Жучкин, поэтому ты улыбаешься, что ты сегодня снимал само. Именно так, но, но это еще не все, потому что у меня есть грустные новости. Что-то с Якиманки случилось? Нет, ничего с ним не случилось, просто это последний ролик из нашей эпопеи сравнения азиатско-китайских продуктов друг с другом. Но ведь будут еще? Если поставят лайки. Ребят, я прошу вас, ставьте лайки, умоляю. Вот, а если нет, тогда это последняя реальная тема, и сегодня у нас тема очень животрепещуща и... Я. Нет. Нет? Без ты. И у нас сегодня чипсы, три как бы стандарта вкуса и один вкус зяки-зяки. Ты не сказал, откуда эти чипсы? Скорее. Корейские, корейские чипсы. Вкус зяки-зяки, друзья мои, что бы это ни значило. Это, знаешь, я сколько про это слышал, я вот однажды был в Корее, и там все такие зяки-зяки, зяки-зяки, вот так вот. Напишите, знали ли вы, что такое зяки-зяки. Да, я думаю, что все знают. Ну, пускай, значит, тогда все напишут. Ну, хорошо, пишите, ребята, все тогда. Друзья мои, то есть тут есть три пачки как бы стандартных, и одна как пачка другая. И на всех этих сзади порекомендовано советуем попробовать со вкусом краба. На всех трех причем. Да. А тут написано, попробуйте креветочку. Поэтому... Господи, замкнутый круг какой-то. Да. Поэтому мы попробуем вначале три этих, которые рекомендуют краба, а в конце уже краба. Хорошая мысль, Макс. Она очень животрепещущая. Открывай. Будем пробовать. Открывайся. Давай зяки-зяки чуть попозже, потому что, ну, мы просто не знаем, что такое. А теперь с креветоса начнем или с чего-то? Давай, да, давай, так сказать, за... Ну, я понял, за... Круглеем, 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 да. Бингере написано. Это называется, так, чипсы. Бингере. Отличный нежный вкус, насыщенный ароматами моря. Отличный нежный вкус, насыщен ароматом моря. Именно так. Это надо так. Это рэп. Почувствуй пикантность мяса креветок. Чипсы настоящим, со вкусом нежнейшего из морепродуктов. Йо, а, кстати, ты... Вкусно и питательно, попробуй обязательно. А почему ты рэп-то не читаешь? А, я читаю, просто я не снимаю на камеру. А, ты просто не слух читаешь рэп. Да, я про себя потом так повторю. Да. Так вот, друзья, мы... Бингере. Ну, ну. Чё с тобой, блин? Доширак побелся, что ли? Чё, это я так шучу. На самом деле, я их пахтеров. Ну, да. Я уверен, что пахнет они... Пахнет они каким-то вот... Фу, а где креветочный вкус? Фу, маслом пахнет. Ароматами моря. То есть море вот так воняет. Если честно, пахнет очень... Так, как, каким-то, знаешь, хворостом сырым или что-то так было. Чтоб ребят тоже видели. Ребята тоже видите. В общем, это выглядит... То есть, просто какой-то такой... Сухие. Воздушной соломкой абсолютно неаппетитный. То есть, это по виду... Ммм, знаешь, по виду, на что похоже? По виду? Нет. Как между окнами суют поролон такой. Да, я знаю. Это есть утеплялка. Да. Утеплялочка на зиму для деревенских домов. И вот... Нет, давай так не делать. Потому что нам уже потом друг с другом обмениваться. По вкусу... Нету вкуса креветки. По вкусу чуть вкуснее, чем ничего. Но в креветке тут как бы... Соленая, хрустящая. И не пахнет, да. То есть, чуть сладковатая, соленая, хрустящая, просто хворостина. Ну да. Под что-то как бы... Не, ну прикольно. Как закуска норм, но вкус креветки не чувствуется вообще ни капли. Даже намека нет. Убираем. Тут как бы даже... Тут нечего ловить, хоть это и ароматы моря. Не, но не противно. Нет. Это уже плюс для азиатских продуктов, когда не противно, это уже хорошо. Далее должен быть знакомый вкус с детства. Это бекон. И они уже, видишь, имеют другую... Фактуру? Фактуручку. А давай я теперь открою, может, у меня тоже сил нет. Давай. Я понял, почему у тебя не получаются. Руки, потому что липкие... Жирные. У меня жирные. Давай вот так. Ё-моё. Это где? Снизу. Нигде, пожалуйста. Ладно. Давай поскорим. Поскорим. Они сделаны под структурой бекона. То есть это такие же воздушные хворостины, как сегодня мы уже это выяснили. Но они сделаны под бекон. Пахнет беконом. Прикольно. Причем как будто немножко лук еще чувствуется. Это хотя бы может быть, ну, типа луковых колечек, как делают. То есть такое вот воздушное логовице. Ммм. Это вкусно. Прикольно. Так ты, знаешь, вот все такое похоже, я ел там у бабушки в деревне, когда, знаешь, такого места Лейса нет, а вот... Приезжает такая машина раз в неделю, такая типа... Наверное, в деревне так было. Ну, так я и говорю. Молоко, там, консервы, чипсы, и вот очень выстраиваются из всех, как деревенских жителей. Как машина эта называется, которая приезжает? Если ты ответишь, то 100% тогда... Блин, ну, мы называли просто... Автолавка называется. Ну, автолавка это не везде. У нас просто, ну, типа, грузовик там, там, или молочник. Нет, автолавка, она приезжала из середины деревни и сигналила людям, чтобы... Они такие, эээ, бегут быстрее. Она уезжала, как раз. Если вас сигналило, ставьте лайк. Или, может быть, до сих пор сигналит. Только у меня в деревне... Чу, слышишь? Автолавка приехала? Мы этой купили там. А, ну, нам не надо пока вроде ничего. Ммм. Э, они как бы, ну, дешевенькие по вкусу, но... Тут уже понятно, что чувствуется немножко беконечко, и они намного приятнее, приятнее, чем креветка. Я бы лучше их посоветовал, чем вот креветки. Ну, давай... Следующего претендента. Зяки-зяки все-таки? Хорошо. Что это? Макс, давай попить, пожалуйста. Нет. Нельзя. Мы тут едим, мы тут не пьем, понимаешь? Мы пили два выпуска назад. А вы, ребят, видели, что мы пили? Ну, если вы видели, то ставьте лайк. Давай тоже лопну его. Давай тоже откроем как вот. Вот так вот. Сейчас ты можешь лопнуть уже. Да, ну, я не буду вообще... А что? Нет, нет, нет. Зяки-зяки не имеют никакой разноцветной структуры, то есть это... Вообще не пахнет. Просто абсолютно. Ну, знаешь, соль как будто. Просто... Необычно. Я понял, что такое зяки-зяки. Это вкус обманутых ожиданий. Когда ты вот думаешь, что вот сейчас попробуешь зяки-зяки, вкус просто шикардосный будет. А там мясо с овощами нарисовано на упаковке. И ты понимаешь, что тебя обманули? Вот это на самом деле... Это довольно-таки, знаешь, политические чипсы. Ну да. Одно обещают вначале, а потом... 16 лет у вас. Как бы тут, понимаешь? Ну, а что и вкус? Что примерно вкус? Чуть соль, чуть маслица и сухой вкус у хвороста или что-то. Ну, это если такого воздушного... У тебя нравится или нет? Мне нет. Мне реально из трех пока больше понравились всего беконовские. Ну, мне понравились реально вот эти чипсы. Понравились? Да. Чем? Объясни. Ну, во-первых, я не могу распознать, что это за вкус. Ну, это хорошо. Ну, он приятный. То есть, когда ты, например, ешь что-то, что ты понимаешь, ты уже можешь додумать, как бы этот вкус вспомнить. А здесь ты не знаешь, что вкус, ты его каждую чипсинку пытаешься разобрать и незаметно как бы съедаешься. Понимаешь? Вот ты каждый раз затыкливаешь и такой... Ну, а что это такое? И вот так опять тебя... А что это такое? Ты отчасти прав. Но... А может быть, кстати... А может быть, вы смотри... Мы же не дали вкус зяки-зяки. Да. Может быть, это он и есть. То есть, как бы... Ну, вот тут. Если мы потом попробуем сейчас с этим вкусом, то мы скажем... Ну, мы помним вот это чувство, когда нас обманули. А ты спрашивал у ребят, из какого они города? Нет, у меня в этот раз не прошел. Тогда спроси, давай я в этот раз. Ребят, напишите, пожалуйста, из какого вы города? И видели когда-нибудь в продаже такие чипсы или какие-нибудь похожие? Ели вообще чипсы? Больше чипсы городок. Пробал, как? Я... 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 Я даже пробовал чипсы А.Б. Пугачевой. А чипсы городок были топчиками. Такие воздушные. Вот смотри. Суть доделаем, вот так и скажем, там, типа, так себе. А уминаем за обе щеки. Я тебе про это и говорю. В общем, друзья. Зяки-зяки не формат, но и не неприятно. То есть, опять же, хрустеть. Ты можешь открыть как хочешь. Хочешь, хрустеть. Сейчас все. Ты что-то боишься? Ох. С праздником. С наступающим Новым Годом. Смотри. Нет. Смотри, смотри. Не буду смотреть. Это краб. Снежный? Вот он... О, вот это запах. Снеж, вот как краба берешь, так вот... Нет, как шоколадку открываешь. Так давай так и есть, все нормально. Пахнет очень сильный крабом. Смотри, это маленький крабчик. Я тебе и говорю про это, я тебе сразу сказал. То есть, это сделано под маленьких таких вот решетчатых крабов. Прикольно. Это есть такая разновидность крабов. Ну, прикольный чувство. Но они, сразу скажу, пожестче, чем те, чем все те. Вкус рыбного такого краба-крабовые палочки присутствует. Даже больше рыба. То есть, это вкус чисто крабовых палок. Ну, тебе нравится? Ну. Есть можно, но по сравнению, все-таки бекон и даже зяки-зяки лучше. Знаешь, чем мне не нравится? Тем, что они намного тверже, чем предыдущие. Очень твердые. И вот, когда ты съешь несколько штук, у тебя вот масло остается. То есть, фритюр вот этот вот, он весь в тебя во рту и остается. Ты знаешь, есть два типа людей, которые чипсы сразу же едят, то есть, разжевывают. А есть, кто сначала рассасывают, а потом разжевывают. Скорее всего, так и есть. Да, так и есть. Напишите, вы рассасываете или разжевываете. Да, сосете вы или сразу же жуете. Или жуете. То есть, да. Это нам выборку покажет наших зрителей. То есть, кто какой, я бы вот так сказал. Квис Куалис, как говорят на латыни. Ничего не понимаю. А я понимаю. Так ты умный. Зяки-зяки где? Друзья мои. Все пути ведут к зяки-зяки. Ссылочку на Александровский канал и на его ролики про деревянка парня и со мной я оставлю в описании. Спасибо. Потому что люди все просят. А вот где ссылка? Я говорю, в описании. А они, я знаю тоже деревянскую парню или нет? Мои соцсети тоже в описании. Если вы хотите продолжение азиатских проб и азиатских сравнений, то пишите об этом тоже. Да. Вот. Если не хотите... Ну, можете просто не писать об этом. Можете просто не писать. Просто лайк поставили и ушли дальше гулять по моему каналу прекрасному. А там у тебя столько всего. Я однажды месяц смотрел твой канал каждый день. Замечательно. Будьте как Александр. Таким же красивым и тщательным. Вы лучше всех. Спасибо. Макс Бранд. Ребят, спасибо. Алло. Макс Бранд. Александр, дружочке. Пока. Бау.